Номер 560. Событие дня. Матфея 12.30. Эпиграф. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. За 25 июня 2017 года. Воскресенье. Тот расточает, кто не собирает. А как собирает проповедью, благовестием. А в православии никогда этого не было. Никогда. То есть все время только расточали. И поэтому кончилось ничем. Стоят города-призраки. Пустые храмы. Ничего нет. И по сегодняшний день все на этом стоят. Какой-то Макапис, Матрона. А Бога-то не знают живого. И поэтому нет ревности. Нет рождения свыше. Все мертвое. Мертвая пустыня. Города-призраки. Люди-призраки. Вот что страшно. Не то, что там производство закрыли. Не нашлось человека, который отстоял бы это. Ну кому оно и нужно это отстояние. Это когда один блуд да пьянство. Ничего нет. То есть это воровство на каждом шагу. Святости нет. Страха Божия нет. Суда Божия не ожидают. Ну а отсюда и все. Развал. То есть это племя. Бог сталкивает с земли. Как для Израиля готовил он землю. Семь царей. Так и здесь будут другие народы жить. Китай там или мусульмане. Как отец Дмитрий Смирнов говорит. В проповеди. Лучшие нас. События ничего вчера не пришлось записывать. За прошлый день. Самое значимое событие, что вчера Господь меня сподобил быть причастником святых христовых тайн. Причаститься на божественной литургии. После собрания было занятие. На улице собрание. Занятие. И вчера еще раз поговорили. То, что мы там делаем на первом мостике. У нас может ничего не получиться. Не можем никак доставить материал, который там промыло. Его ничем нельзя. Заваливать только какими-то кирпичами. Ничего вообще нет. И поэтому вчера мотался по деревне. Собирал всех, кто может пока привезти с разъезда, где все развалено. Привезти, завалить, поднять. То есть уровень этой ямы 60 сантиметров до грязи там еще полметра. Это все надо завалить каким-то таким материалом, который не размокает. Поднять его до уровня, где мы спилили сваи. Вот в чем дело. Но нет ничего. Совершенно нет ничего. Была бы техника какая-то. Тут сразу кубы туда натаскали, сделали. Но сегодня собираемся опять поехать и поработать. Одному некогда и другому некогда. Роман машину продает. Другие тут уже покос начался. Но все-таки сговорились, что всем сегодня завтракаем и едем туда. Может быть даже с ковшом машина, кун называется, ей поднимать. Если бы сегодня мы смогли привезти 10 машин вот этого строительного мусора, отвала, забить. А потом где-то там поблизости суметь содрать дернули земли вместе с глиной так вырвать. И тогда только сверху камень, который привозили, как тротуары выкладывают. И все это, чтобы бульдозер задавил туда до уровня воды. Не знаем, пойдет ли на это бульдозерист. Потому что если он сядет, то его не вытащить. Кажется, простое дело. А ничего нет. Там прорва метров 6. Ну и 6, может быть, 5 с половиной. Там не поймешь, где она вода текла-то. Ну, в общем, так очень большой прорыв воды. И нужно сделать, чтобы вода протекала и весной проходила, но не размывала. Просто сам мост стоял. Люди старые знали, как делать. Все это вручную, техники не было. Но был материал. Была лиственница. Где она сейчас найдешь? И в извести вымачивали они. В какое время. Ну и народ был. Народа там мало. Вот детям показывали. Один фильм начали показывать. Вот там. Илай. Книга Илай. Посмотрите. Ничего нет. Муть зеленая. Муть. Просмотрели 30 минут. Я сказал, выключите и больше не показывайте. Главное, верующие мне подсовывают. Посмотрите, посмотрите. Давно уже. Больше, наверное, года. Вот. Посмотреть все равно. Ничего нету. Нету. Гнусность одна. Все сказано. Потом давай смотреть. Выжить во что бы то ни стало. Берн Гриллс. Хорошо. Но я говорю, нам это не потребуется. У нас моря этого нет. Где он хороший. Полезный. Человек. Настоящий. Но. Но нужно смотреть то, что нас будет тревожить. И посмотрели фильм Иосиф. Как его братья там не любили, продавали. Как он кричал. И братья, братья мои. И как он там был в плену. Хорошо поставленный фильм. Я его смотрел не один раз. И дети тоже. С интересом. Даже те, которые смотрели, забывается же многое. Вот так. Поэтому материал за неделю наготовленный. Отправляю к тому. Раньше отправлял в разные города. Кто бы ставил. Сейчас посмотрю, что у нас вчера отправить пришлось. Отправить пришлось. Это 86 гигабайт. И одна десятая. 118 файлов. За неделю. То есть у нас все время идет съемка. А кому это нужно? Ну, кому-то нужно. Кто-то смотрит. Потому что если 21 тысяча покинутых сел. Если города-призраки. То селение, пустыни. Там нет ничего. Все. Там города-призраки. Потому что все-таки здания, бывшие фабрики стоят. Остались пенсионеры. Да разваливаются семьи. Потому что хозяин уезжает. Где-то неверующий. Раньше был где-то. Вернулся домой. А сейчас где-то он найдет себе такой вдов. Что-то полно соломиных вдов. По виду как бы. Ну, вот так. Бог его знает. Как мы можем будет дальше. Все, что лучше. Готовимся. Отвечать на вопросы. Много пишут. Очень злобятся на наши материалы. Ну, люди там такие. Ни фамилии, ни имя, ничего нет. У них ничего нет. Дома еще жируют. Толстые. Как правило, знаете, люди жирные, толстые. Сидят дома. Они уже свою тушу не носят. И вот они нападают. А у них могут показать. Нету ни одного ролика. У нас есть, что показать. 7 450 наших видеороликов. Посмотреть даже. И то. Еще вот сейчас гляну только. Что у нас. Здесь снова войти в это. Первое. Это наш ресурс. Мой мир. Вот в моем мире. Кто посещал, я уже посмотрел. Вот здесь. Пожалуйста. Вот как это выглядит. Там есть я с голубем. Там это просто контрольное такое делает. Это вот наш. Очень удобно переписываться. И к истине 2. Собачка.мейл.ру Почта здесь. Ну и вот. Наш форум. Вчера тут совсем мало людей пришло. Тут 700. Тут 270. Пришло. Ну и наш видеоканал. Вот он. 6 миллионов 657 тысяч 49 просмотров и 7172 подписчика. Который кто-то приходит, смотрит. Вот сегодня я поставил. Вот событие 8. Вот нарезка бумаги 24. Костер 8. Костер разожжен за 37 на 12. Толкование 3. Это понятно, что Никите посвященный ролик уже 39. Это касается. Интересно. Утро потеряю. Вот сегодня я выставил 13 роликов. 13. Пожалуйста, уже смотрят. И показывают, что 18 просмотров наш костер горит. Как с углями горшок. Но это говорит о том, что кто-то нас не забывает. Ну вот, на сегодняшний день, можно сказать, почти и все. Хотя нет. Вот внутренний мир человека. Это из нашего. Внутренний мир человека. Папка. С нашего сайта. Посмотрим некоторые вопросы. Вопрос 217. Первый том открытым оком. Если человек согрешил, и при том не раз, то может ли Бог его простить, если он снова кается? Ответ. Это я давал ответы и вел занятия в разных университетах. Три радиопрограммы. В школах, техникумах, институтах. Везде. Вот я не знаю, где это было. В воинских частях. Грех обладает силой притяжения. И Бог попускает иногда человек упасть, чтобы вызвать в нем искреннее покаяние. И приближение к себе. Как это было в жизни Феодоры Цареградской. Василия Нового. Так что же получается? Можно грешить сколько хочешь, лишь бы сходить на исповедь. Многие из церковного служителей стали на этом греть руки. И появилось вращение об индульгенции. Конечно, речь идет не об этом. Когда человек не желает, а отвращается, но по слабости человеческой природы спотыкается и падает. И чтобы он не отчаялся, таковым Иоанн Заталуз говорит. Сколько раз ты пал, столько раз и вставай. В жизни святого Пахомия велика говорится об одном юноше, Паламоне, который впадал в плотской грех. И притом неоднократно святой Пахомий подписал указ об его изгнании, чтобы он не позорил боли монастырь. Именно в эту ночь, потрясенный этим решением Ауа, молодой человек осознал, что же будет с ним, если он окажется за стенами святой обители. Но основатель монастыря был непреклонен. Падше нашел за себя Хадатаев и Пахомий сдался. И после об этом не пожалел, юноша стал неузнаваем. В этом же монастыре сильный монах Афродисий, разневшись на непокоривость лошака, стукнул его кулаком, и тот и сдох. Тридцать лет он спал только на куче хвороста и плакал напролет все ночи, мешая братьям спать. Рассказывает, что один нерадивый монах неоднократно повторял тот же самый грех. И каждый раз горько плакал, и строго постился, прося у Бога милости. И повторял, как всегда, «Господи, потерпи, это только в последний раз». И вдруг раздался голос незримого свидетеля, стоящего рядом. «Ты, Бог, не простил мне, когда я один раз только восстал против тебя, а эта лжец обманывает тебя каждый день. Он неисправимый, убей его!» И вдруг совершилось чудо. Бог сам заговорил и сказал, «Ты опять лжешь, ты говоришь о вчерашнем, а этот ныне же будет со мною в раю». Сатана взглянул на колено преклоненного грешника, но тот уже отошел во время молитвы с полным раскаянием и получил совершенное прощение. Вопрос 218. Если человек, будучи оглашенным, похулил Святого Духа, то в крещении простится ли ему и будет ли он спасен? Ответ. Похвальное дело исследовать самого себя и усматривать в себе даже небольшие отклонения от евангельского пути и замечать грехи свои. Но и здесь уместно держаться золотой середины, не впадать в крайности. Узнав из Евангелия, что есть такой грех, мнительные люди начинают страшно мучиться и страдать, перечитывая эти слова. Марка 3.29. «Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Лука 12.10. «И всякому, кто скажет слово на сына человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Иногда уже на смертном одре такие люди отказываются от исповеди и причастия, повторяя одно и то же. «Я похулил Святого Духа, и мне прощения нет». Их нужно успокоить, разъяснив, что грех хулы на Духа Святого именно в том и выражается, что похуливший не может раскаяться, у него нет духа раскаяния. Он ищет тысячи извинений, согласно Псалом 35.3, «Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его». 1 Иоанна 5.6. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. «Есть грех к смерти не о том, говорю, чтобы он молился». «Грех к смерти – это грех неверия, нераскаянности, холодности Духа Святого. Все остальные грехи, даже предательство Иуды, были бы прощены». «Если до крещения человек видел какие-либо божественные чудеса и открыто хулил их, приписывая нечистой силе, как было с теми фарисеями, то их тогда вопрос о том, похулил ли он Духа Святого, является его расположением после этого ко Христу, как к своему спасителю». «Если есть искреннее сокрушение, слезы об этом своем безумном поступке, есть желание принять святое крещение правильно с полным погружением, то есть верное доказательство есть, что Дух Святой не был похулен, а был только огорчен». Вопрос 219. Книга «Открытым оком». «Есть люди, боящиеся пространства. Как это объяснить?» «Ответ непонятно. О какой именно боязни идет речь?» «Есть выражение, клином взбивается клин. Пусть живет там, где ему не страшно, под открытым небом, в старой армейской палатке на сухом пайке. Любой страх – это неверие в Бога и признак беснования». 1 Иоанна 4, 18. «В любви нет страха, но совершенной любовью сгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенную любви. Там, где всемогущий Господь Саваоф, какие могут быть при нем страхи?» «Нужно всегда поднимать взор вверх и твердо верить». 1 Иоанна 4, 4. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Елисей, устраняя страх слуги Геезия, попросил Бога, чтобы открыл ему глаза. И он увидел не только множество вражеских войск, но и те, что за нас на небесах. И молился Елисей, и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуги, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями, колесницами, огненными. Кругом Елисея. У человека, пораженного духом зла, который пал с неба, точно так же в различных видах множество страхов. Премудрость Соломона, 17-11. «Страх есть ничто иное, как решение помощи от рассудка. Страх рождает химеры, чудовища». Вопрос 220-й, открытый локом, первый том. «И в наше время есть дикари, которые убивают миссионеров, пришедших к ним, а потом сжирают их. Невольно возникает вопрос, есть ли душа у этих каннибалов, или, может быть, они относятся к разряду животных, которым не нужно покаяние?» Ответ. «Журнал «Вокруг света», он у меня есть с фотографиями, описывает именно такой случай с католическими миссионерами. В последней радиограмме их руководитель, один из четырех человек, сообщил, скоро стрелы будут летать. С трудом, с вертолетов, их нашли в джунглях Амазонки, убитыми с проломленными черепами. Племя, среди которого были миссионеры, ушло вглубь лесов. Приблизительная причина убийства следующее. У этих аборигенов дети посчитаются как главное достояние их. И на них нельзя ни кричать, ни наказывать. Можно представить, как ведут себя эти дети, точно так же, как дети наших олигархов и советские школьники. Захватив такого местно чтимого идола в своей лодке за кражей, миссионер оттрепал его за ухо и этим вынес приговор всем четырем. Последнее событие в Афганистане. Казнь миссионеров из благотворительной христианской организации, среди которых были и женщины. Это герои веры, христовы мученики. Слышу, как мне православные возражают, но они же не наши веры. Отвечаю, могу ли и дома я молюсь за закрытыми дверями так, как хочу, вдали от вашей святости. Мое сознание всех их канонизирует, этим я сказал все. Они все признали Христа, признавали как спасителя, молились Святой Троице, верили в загробную жизнь и вечное мучение. Что касается каннибализма, то это явление известно было за тысячи лет до Христа. Премудрец Соломона, 12, 5, безжалостными убийцами детей и на жертвенных перах, пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях. У всех людей, происшедших от Адама и Евы, есть бессмертная душа, и каждый из них, если он не похулил Духа Святого, может раскаяться, даже Иуда, Гитлер, Чикатило. Вопрос 221. Как можно точно определить грех уныния? Какое ощущение преобладает в человеке, находящемся в этом грехе? Ответ. Главное над всем преобладающее чувство безысходности, паралич мыслей, бездеятельность, опустившиеся руки. Все, выхода нет. Вот несколько примеров из священной истории. И услышал я во свей сын Саулов, что умер Авенир, Хеврония, опустились руки его, руки, и весь Израиль смутился. Ниемя 6.9. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки, их отдела сего, и оно не состоится, но я тем более укреплял руки мои. Иов 4.3. Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал. Иклися 10.18. От лености объяснит потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Исайя 13.7. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Иеремия 6.24. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились. Скорь побьяла нас, как муки, муки, как женщины в родах. Иеремия 47.3. От шумного топота копыт, сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес его, а от сыния глянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся. Иеремия 7.17. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, как вода. Иеремия 21.7. Когда скажут тебя, от чего ты стянаешь, скажи от слуха, что идет, и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Иеремия 12.12. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Согреши, дело человеческое, отчаиваться, дело сатанинское, Нил Синайский. Как бы тяжело и без исхода не сложилось, продолжай молиться, делай поклоны, спеши на помощь ближнему. Новый день рождает новые надежды, и один час без труда губителен. Помни басни про лягушек в кувшине с молоком. Одна смирилась с безысходностью, утонула, не имея опоры. Вторая продолжала прыгать, и молоко сбилось в кусок масла. Прыжок, и она на воле. Даже мирские люди вызывают у нас уважение, когда потеряв все, они начинают все сначала и вновь оказываются на вершине, так как Суворов, Наполеон, Жуков, Дэнсиалпин, Мересев. Подвиг этих людей, не впавших в уныние, несравненно выше, чем у христиан, так как христиане ожидают воздаяния в вечности, а эти идут на неопределенные, терпя всяческие недостатки только для этой жизни. Ну вот, на сегодня все. дело.